Это шансон! Впервые они встретились летним солнечным днём в кафе «Золотая голубка» на юге Франции в 1949 году. Он увидел прекрасную белокурую девушку в лучах ослепительного солнца, вокруг которой ворковали голубя. Весь этот пейзаж был пронизан светом и красотой незнакомки. Казалось, что она сошла с полотен старинных мастеров. Так произошла встреча двух великих и знаменитых артистов того времени. Ива Монтана и Симоне Синьоре. Он ещё только набирал обороты в своей карьере, а её имя уже было известно. Они были абсолютно разные. Она из зажиточной еврейской семьи, прекрасно образованная, со знанием нескольких языков. Он же из нищей рабочей итальянской семьи, совершенно не обременённой каким-либо воспитанием. Правда, его воспитанием как раз всю жизнь и занимались те женщины, которые без остатка дарили ему свою любовь и помогали делать карьеру. Первая женщина, которая обратила на него своё внимание, была великая Эдит Пиаф. Именно ей он обязан той артистической и жизненной школе. Это она помогла ему с репертуаром, поисками своего стиля и, в конце концов, стать тем знаменитым шансонье, которого мы все знаем. А вот юность Симоны проходит, как у большинства девушек того времени. Днём она работает машинисткой в газете, а вечера проводит в кафе, встречаясь с поэтами и молодыми интеллектуалами. В одном из таких кафе она знакомится с молодым режиссёром Иво Малигре, который становится её мужем и начинает снимать в своих фильмах. Именно благодаря ему Симона начинает свой путь как востребованная актриса. Вскоре у них родится дочка, и они уедут на юг Франции, подальше от голода и послевоенной разрухи. А теперь вернёмся к Золотой Голубке. Эта встреча перевернула спокойное и размеренное существование обоих. После недолгих объяснений Симона буквально с одним узелком уходит к Монтану. Она настолько счастлива, что практически перестаёт сниматься. Синьоре сопровождает его везде – на репетициях, на гастролях. Её жизнь была наполнена в первую очередь заботой о нём. И она довольна такой жизнью. Видимо, певца в какой-то момент начала раздражать её спокойная удовлетворённость. И как-то в сердцах он сорвался, обвиняя в том, что актриса превратилась по сути в домашнюю клушу. Что она забросила кино, и её уже, видимо, просто никуда не зовут. На что Симона спокойно встала, подошла к телефону, набрала номер и сказала, что согласна на съёмки. Благодаря этому срыву мы теперь можем наслаждаться великим фильмом «Путь наверх», за который актриса получила премию «Оскар» в 1959 году. Её приглашают на церемонию вручения, а Монтана выступить с концертом. Америка с восторгом встречает эту пару. Званые ужины, встречи со знаменитыми людьми, восторженные отклики в газетах. Апогеем этого является приглашением сняться с самой Мэрилин Монро в фильме «Давай займёмся любовью». Мэрилин была тогда замужем за Артуром Миллером, и брак их уже трещал по швам. Режиссёр давил на неё своим интеллектом. Им часто не о чем было поговорить, и Миллер всерьёз подозревал, что сделал большую ошибку, женившись на ней. Некоторое время на съёмках присутствовали и Синьоре, и Артур Миллер, по вечерам проводя время вчетвером. Но Симона вынуждена уехать сниматься в Италию, покидает их и Артур Миллер. И Монро с Монтаном, играя в фильме любовников, становятся ими на самом деле. Впоследствии Симона говорила, отвечая на вопросы журналистов, что им было одиноко вдвоём. Да и кто бы мог удержаться, когда рядом с тобой находится такая дива? Несмотря на мольбы и просьбы Мэрилин остаться с ней, Монтан уезжает во Францию. Он сломлен, он полон раскаяния. И Симона ни разу его не упрекнула. Жизнь вроде начинает налаживаться. Всё вернулось в старое русло. Только Симона прежней уже не была. В ней как будто что-то надломилось, и какая-то пружинка вышла из строя. С тех пор жизнь перестала приносить ей радость, а ей было всего-то 39 лет. Актриса стала употреблять алкоголь, и за несколько лет из жизни радостной красавицы превратилась в грузную, одутловатую женщину. Казалось, она целенаправленно губит свою красоту. Она как будто бросила всем вызов. Хотите, принимайте меня такой. Не хотите, мне всё равно. Они ещё проживут долгую жизнь вместе. Её также будут любить режиссёры. И она продолжит сниматься в лучших фильмах тех лет. Ив Монтан тоже обретёт невероятную популярность. На его концертах будут аншлаги. Его пригласят даже в Советский Союз. Под конец жизни Симона ослепла. Ей предлагали сделать операцию, но она отказалась. Актриса умерла в 1985 году. После её смерти Ив Монтан во время концертов всегда оставлял пустым её место в восьмом ряду. Память подбрасывала ему всё чаще и чаще то утро в золотой голубке. И девушку, ослепительной красоты в бликах солнца, окружённую голубями. Когда им было по 28 лет. А теперь он стар и её больше нет. В его жизни ещё появится молодая женщина, которая успеет родить ему сына. Он пережил Симону всего на 6 лет. И умер во время съёмок 9 ноября 1991 года. Его похоронили рядом с ней. И они опять вместе после недолгого расставания. Кстати, а я хочу сказать, что у нас появился новый телеграм-канал, где мы рассказываем ещё больше интересных историй, а также новости из мира знаменитостей и кинематографа. Присоединяйтесь, мы будем рады!